всем привет как всегда новое видео по понедельникам сегодня хочу вам рассказать о том как сделать современный гипер поп вокал прежде чем мы поговорим об этом хотел поговорить немножко о другом значит для того чтобы правильно подходить к звукорежиссуре правильно записывать и правильно сводить материал всегда очень полезно постоять по ту сторону стекла чтобы ты почувствовал себя как человек чувствует себя то есть когда вы понимаете вы пишете барабанщика если вы там когда-то сидели за барабанами то вам будет понятно что там ко второму третьему припеву у него устает нога и бочка начинает хромать либо отставать либо у него слабее удар и после третьего дубля барабанщику надо дать отдохнуть то же самое нужно понимать у гитариста допустим что если он играет на непривычной гитаре то гриф может быть либо слишком широким либо слишком узким либо что-то еще и вы должны чувствовать и понимать что чувствует человек который сидит перед вами по ту сторону стекла соответственно когда вы пишете вокал вы должны понимать собственно основные вокальные техники вот об этом я хотел немножко вам рассказать то есть есть три основных вида звукоизвлечению вокалиста первое это академический вокал это пение на опоре с использованием головных и грудных резонаторов второе это пение на выдохе и третье это пение без дыхания давайте я попробую вам сейчас изобразить все эти три техники первое это пение на опоре когда вы используете головной и грудной резонатор да и и и и и и второе это пение на выдохе что значит вокалист академический прежде чем петь он набирает воздуха и потом берет но туда а теперь сделайте наоборот выдохните воздух полностью и пойти после этого яма брифи разница яма брифи это пение на выдохе это называется микс и третья техника это пение с одновременным выдыханием воздуха это называется субтон то есть вы набираете воздух и выпускаете его в то время когда вы поете яма яма брифи в чем разница между этими тремя техниками давайте вернемся к истории и поймем откуда появился академический вокал в то время не было микрофонов этим все объясняет значит вокалист должен был перекрыть оркестр и так чтобы его слышали самом последнем ряду в зале для этого он использовал большой напор воздуха диафрагму грудной и головной резонатор отправлял звук в голову из-за этого он достигал полетности голосе голос летел его было слышно там с появлением микрофона необходимость докричаться до последнего ряда вокалистов пропало есть в этом нет необходимости соответственно на первый план появилась техника вокальная когда ваш голос звучит крайне индивидуально крайне личной обладает какими-то уникальными особенностями которые мы и узнаем да то есть мы всегда можем узнать фредди меркури мы можем узнать допустим рода стюарта мы можем узнать вокалистов по и звучание их голоса да там типичный прием дэн макафертин группа acdc мы их узнаем эту технику вокалисты нарабатывали годами они добивались индивидуальности но им не нужно не нужно докричаться до последнего ряда нет в этом необходимости им нужно максимально передать свою индивидуальность личность и собственно свой характер вот отсюда появились эти две новых техники это субтон и микс пение на выдохе и пение без дыхания да все это было замечательно и звукорежиссера собственно всех это устраивало до тех пор пока мы не пришли к массовому производству музыки в огромных количествах и появилась другая необходимость то есть никому не нужна естественность звучание вокалиста расстояние и так далее все остальное это уже стало неважно нам нужен вокал как новогодняя елка чтобы он был красивым чтобы он был обаятельным чтобы он был привлекательным а что делает вокал красивым привлекательным и индивидуальным прежде всего это вот наша слюнка это хрипы это скрипы да то есть курящий человек вы сразу слышите что он курит по по звучанию голоса вы можете сказать вот этому человеку 15 лет а вот этому уже 45 а этому 30 да вот потому что есть индивидуальные особенности которые и нужно выделить и звукорежиссеры начали собственно с этим работать и добиваться этого но достаточно с давних времен то есть собственно а это всегда была одна из задач и звукорежиссер но вот с появлением rnb очень близких планов появилась потребность именно передать очень близкий вокал очень личностный очень индивидуальный как это сделать искали нужные микрофоны которые передают более точные нюансы всякие там использование sony 800 и такой был микрофон и он и есть начиная от бритни спирс начались эксперименты с обработкой вокала послушайте ранний бритни спирс и вы поймете что человек так петь не может что это сделано на компьютере это сделано руками и сделано руками звукорежиссера на сегодняшний день мы пришли к тому что у нас во первых огромные потоки производства у нас не очень хорошие вокалисты которые не все владеют вообще этими техниками да и не обязательно владеть техникой субтона мы можем просто выделить все эти нюансы и добавить их в голос вот теперь значит уже даже будучи не профессиональным вокалистом можно добиться того что вот эти нюансы слюнка хрипы шипы и субтон будут звучать красиво и очень круто это и есть гипер поп вокал давайте теперь подумаем как мы можем это сделать расскажу на примере предположим у вас есть дорожка лид вокала лид вокал мы обрабатываем стандартным путем все в общем то как обычно эквализация десер компрессор десер вещь опциональная дальше мы делаем копию этой дорожки вторую дорожку мы обрабатываем совсем другим способом мы полностью отрезаем все что ниже 4 килогерц ставим десер для того чтобы подавить с и у нас остается только высокочастотная составляющая от вокала и вот эту высокочастотную составляющую мы с вами первое поставим на нее десер так чтобы с оттуда убрать вообще чтоб там с не было остался только субтон только шип дальше идет компрессор или сатуратор ну и или или да то здесь может быть и компрессор и сатуратор сильное сжатие этой дорожки вытащит дыхание вытащит хрип и скрип и шелест шип и индивидуальность вокалиста подчеркнет это и все это мы отдаем сумматор и складываем это с основной дорожкой таким образом здесь у нас с вами нотки здесь у нас с вами вокал здесь у нас с вами голос и его тембр а здесь у нас его индивидуальность разные типы сатураторов позволяет вам добиться разных оттенков голоса более яркий более красивый более мягкий более шипящий и так далее вот собственно примерно по такой схеме современный поп-вокал обрабатывается современный поп-вокал что надо сказать что но если вы послушаете поп если вы сделаете то что я рассказал а потом послушаете современные поп-треки то вы услышите у всех почти у всех вот это вот цепочка присутствует так или иначе в той или иной степени и это привело к тому что современные вокалисты вы одного от другого отличить не можете потому что вот такая обработка такая сатурация поверху делает их всех примерно одинаковыми в результате мы пришли к обратному эффекту мы хотели подчеркнуть индивидуальность а поскольку изначально этой индивидуальности часто не хватает в самом вокалисте мы получили просто плеяду примерно десятка двадцати тридцати листа одинаковых голосов которые звучат все примерно одинаково поэтому я думаю что это все долго не проживет и будет что-то новое но давайте поживем и посмотрим что будет нового у нас в следующем десятилетии или ближайшем десятилетии ближайшие пятилетии теперь давайте пойдем в студию я на примерах покажу как это работает итак мы с вами разобрались с разными локальными техниками разобрались о том как собственно сделать попсовый современный вокал теперь давайте посмотрим на примере что ж такое гиперпоп вокал у меня есть такой трек кусочек я вам его поставлю что-то новое Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот такой трек, да? Теперь нам нужно вписать этот вокал и сделать его красивеньким, как новогодняя ёлка. Что мы делаем? Первое. Делаем, дублируем трек. На дублированный трек мы что ставим? Первое, что мы ставим, это эквалайзер. И режем где-нибудь там от 4-8 килогерц. Вот что у нас на нём получилось. Ну, 4 даже маловато. Ну, 6 может быть многовато. Понятно, что кроме хрипотцы и слюнки, здесь ещё очень много S, да? Поэтому мы поставим сюда десер. И теперь попробуем вырезать S. Абсолютно радикально, потому что, в принципе, в основном треке у нас S есть уже. Нам там, отсюда S нам не нужно. Ну, наверное, есть смысл чуть-чуть приподнять уровень. Я это сделаю с помощью L3. L3 просто в режиме подъема громкости. И радикально. Вот, теперь нам бы хотелось немножко сатурации. Ну, давайте сначала сделаем это с помощью компрессора. Быстрая атака, быстрый релиз. Высокое рейшо. И сильно сжимаем. Вот, и теперь этот сигнал мы подмешиваем к нашему основному вокалу. Вот так у нас звучит основной вокал. А вот так два вместе. Ну, по-хорошему, надо еще обработать лид, конечно, да? Поэтому мы сейчас сюда тоже быстро-быстро-быстро сделаем все, что нужно с лидом. Режем низ. Прибираем нижнюю середину. Ну, примерно так. А вот дальше уже вопрос кучи. Сколько вам нужно вот этой сатурации и насколько это оправдано, да? Вот теперь с помощью вот этого ползунка мы можем сделать больше или меньше. Ну, и последняя, последняя фича. Сейчас мы эту сатурацию, мы ее всю ее немножко расширим. Так, давайте вот сначала что. Значит, я вам показал, как это можно сделать с помощью C1. Этого, в принципе, достаточно. Но можно взять сатуратор. Ну, что-нибудь тут, допустим, из пресетов Color. Ну, да, фактически он прям как эксайтер работает. Убираем все нижние полосы, оставляем вот эти две. Сатуратор, C1. И то, и то может иметь место в разных ситуациях. Добавить драйв. Можно посмотреть какие-то другие алгоритмы. Суть от этого не поменяется. И последнее, что я хочу вам еще показать. Смотрите, сейчас я сделаю группу для вот этого канала. И на эту группу я поставлю вот сюда, допустим, даблер. Ну, по сути, это питшифтер. Можно взять, допустим, пресет. Можно убрать центр вообще отсюда. Это прямой сигнал. Тогда у нас получится вот такой эффект. Вот, теперь он у нас стал широкеньким стерео. И вот, что получилось вместе. Опять же количество этого эффекта можно уменьшить. за счет прямого сигнала. Ну, это в том случае, если вы еще хотите его сделать широким. Да? Если широким нет необходимости делать, тогда просто этот эффект не нужен. Ну, и вот, что у нас в конечном счете получилось. Мы можем сделать больше или меньше этого эффекта. Мы можем сделать его шире или уже. Но суть от этого не меняется. Суть в том, что мы вытащили слюнку, вытащили нюансики. И при этом у нас нету перегруза, нету большого S. Итак, чистый вокал. И с сатурацией. А вот теперь он будет узенький. Ну, дабблер, он еще и по уровню это все добавил, поэтому по-хорошему надо просто чуть-чуть убавить канал сатурации. Ну, и по компрессии, да? То есть мы можем делать это с компрессией, можем делать с ваб-фильтром, с сатуратором. А это компрессия. Принципиальной разницы нет. Немножко появляются разные окрасы. И этих окрасов можно сделать достаточно много разных и интересных, и хороших. Ну, на припеве она будет вести себя немножко по-другому. Ну, здесь вторая дорожка не обработанная, они разделены, поэтому мы слышим все... Некоторые фразы по-разному они звучат. Чем мышление современного звукорежиссера отличается от мышления звукорежиссера, допустим, 20-10-летней давности, 30-40. Основное отличие в чем? Значит, смотрите, немножко расскажу историю. Не было цифры. Была только естественная реверберация. Поэтому звукорежиссерам приходилось просто с микрофонами записывать реверберацию, акустику больших концертных залов, церквей, если есть возможность, или что-то придумывать, имитировать. Можно было построить, допустим, снять какую-то старую ферму, переделанную под отель, и записать там альбом, так как это сделала группа Led Zeppelin в начале 70-х годов. 71 по 74 год все альбомы записаны вот на такой ферме каменной. Появилась цифровая реверберация. Сначала она была убогой и ужасной, но потом появился прибор, который называется Lexicon 480, и он просто сразу стал индустриальным стандартом. Это прямо была круть. И, собственно, очень много треков сразу стали воздушными, красивыми и очень-очень объемными. То есть все наслаждались этим объемом. В конце концов, все наелись этого объема, и в нулевые у нас появилась Iron B, появились очень ближние планы. У нас появились такие группы, когда у тебя вокалист, такое ощущение, что он вот здесь, вот прямо перед тобой, он тебе прямо в ухо поет. И это все очень близко и красиво. И надоели дальние планы, захотелось очень ближних планов. Потом надоели ближние планы, появились снова дальние планы. Но дальние планы, чем они чреваты? Как только вы делаете длинные хвосты и реверберации, ваш микс становится грязным и, собственно, вот эта красота от 70-х, она уже перестала всех устраивать. И в настоящее время мы пришли уже через нулевые и десятые годы, вот сейчас мы пришли к совершенно другому пониманию. Мы хотим все равно длинные хвосты, все равно красивые реверберации, но чтобы вокал звучал близко, чисто, ясно и понятно. Именно та же тенденция я говорил вот в том видео, о котором я снял про гиперпоп-вокал. Если кто не смотрел, посмотрите. А сегодня давайте поговорим и попробуем сделать современную объем, современную реверберацию для вокала. Ну, для примера я взял тот же трек, который я делал в том видео. Напомню его в двух словах. Ну, вот такой, да? Суть того, о чем я сегодня буду рассказывать, а она сводится к следующему. Нужно, чтобы хвост был длинным, нужно, чтобы его было слышно, нужно, чтобы он был красивым, но чтобы он не мазал вокал. Как мы это можем сделать? Сегодня я вам покажу один из способов, как это сделать. Первое. Берем дорожку с FX-ом, ставим на нее реверб. Я взял просто классический реверб стерео, у которого много-много разных параметров, они хорошие и интересные. Ну, что мы сделаем? Вот, обратите внимание, здесь параметры все правильные, они обозначены так, как они и должны быть. Но на самом деле, они не выполняют той функции, которая в них заложена. Вот, допустим, преддилы. Он может быть очень длинным, 160 миллисекунд, а может быть на опережение. Теперь послушаем, как это работает. С дорожки реверба мы делаем сэнд. Ой, с дорожки вокала мы делаем сэнд на реверб. Включаем. Слушаем. Хорошо. Ну, чтобы было более явно, я добавлю. Преддилы. Это значит, что вот этот хвост, он должен отодвинуться назад, когда мы его увеличиваем, и звучать, как бы, отставая от голоса. Ну, что-то похожее мы получили. Опережение. Я не слышу никакого опережения. Вот. Можно поступить другим путем. Я покажу вам сейчас. Да, у нас есть такой инструмент, как дилей. Я возьму стерео-дилей и поставлю одну восьмую на левый правый канал. Dry-Wet 100%. То есть, чтобы чистого сигнала тут не было. И фидбэк ноль. Если выключить реверб, у нас будет звучать просто ровно восьмая в центре. вот, а теперь после дилея я поставлю реверб. Вот у нас получился эффект, когда у нас реверб звучит на восьмую, отставая от основного вокала. Take one big bite of life to go. Это слитно, а это на восьмую сзади. Take one big bite of life to go. Получается, голос как бы у нас приблизился. У нас голос звучит достаточно чисто и ясно, а при этом звучит очень длинный хвост. Теперь после реверба я поставлю Q и просто уберу на нем низ, чтобы у нас внизу ничего не колыхалось. Уберем реверберацию выше 400, ниже 400 герц. Take one big bite of life to go. Просто ушла грязь. Take one big bite of life to go. Take one big bite of life to go. Сюда я поставлю компрессор с быстрой атакой, быстрым релизом для того, чтобы уплотнить этот хвост, чтобы этот хвост стал очень плотным, очень объемным и густым. Take one big bite of life to go. Хвост реверберации стал более плотным, более жирным, но при этом все равно все-таки вокал пачкает, и грязнит из-за того, что вот это вот одной восьмой и все-таки недостаточно для этого. А теперь я попробую сделать этот реверб в темпе нашей песни. Для этого я воспользуюсь кликом. Вот у меня есть дорожка с кликом. Я ее ставлю под реверб. Он играет четвертями в сильную долю. Я отключу звук, потому что звук метронома мне не нужен. Значит, на дорожку реверба мы ставим компрессор, первый компрессор. Только я его поставлю теперь с медленной атакой и длинным релизом. А управляться он у меня будет от клика. И вот что я получу. А в конце я сделал пульсацию восьмой. Вот что я получил. И теперь для того, чтобы вокал звучал еще более чисто, компрессор, который у нас работает по сайдчейну от клика, я на него еще сделаю посыл с вокальной дорожки. Вот отсюда. То есть вот отсюда у нас будет посыл на ревербу. Вот смотрите, вот это без него. Вокал будет звучать грязнее сейчас. Двойная сайдчейн компрессия от клика и от вокала делает его чище. То есть когда идет вокальная дорожка, он там все равно продолжает пульсировать. А вот теперь он не будет пульсировать, он будет пульсировать только в паузе, где у нас нет вокала. поскольку клик у нас идет ровными четвертями, пам-пам-пам-пам, а релиз на компрессоре 220 миллисекунд я подобрал, то получается он закрывается в сильную долю и открывается на слабую. То есть он делает наоборот. Пап-пап-пап-пап. И плюс вторая сайдчейн компрессия от вокала. То есть когда вокал он еще придавливает реверберацию. Звучит это вот так. Но в ритме это будет вот так. и последнее. В конце я запустил клик восьмыми. И он нам вот этот хвост выстроил в рисунке восьмых. Звучит это вот так в соло. И в целом наверное получится очень даже неплохо, когда мы будем слушать это все вместе. Я специально немножко сделал все это утрированно. Хотя очень часто встречается примерно вот на таком уровне вот так утрированная компрессия хвосты вот эти которые реверберация порезана в темпе песни в ритме. по-русски так. ну вот на этом на сегодня все надеюсь этот разбор был интересным и показ и надеюсь что все поняли смогут этим воспользоваться в своих миксах всем пока всем хороших миксов